Ну и дальше уже эту информацию вы можете, допустим, использовать через сервис SiteWise, либо AWS Analytics и строить, допустим, какие-то, использовать какие-то виджеты, строить аналитику по тем данным, которые цитируют ваше конечное устройство на пограничном на вашем агенте. Всем привет! Давно не выпускал ничего свежего на канале. Решил возобновить историю с сервисом IOT Core на AWS и в целом поговорить о сервисе IOT Greengrass и поставить пограничный агент на Jetson Nano, 4-гигабайтный, и запустить какое-то небольшое приложение из компонентов, которые публичны в AWS и в целом рассказать, как создавать свои компоненты, как сделать инфраструктуру групп, группу и инфраструктуру пограничных агентов, которые будут не в облаке, а на самом хосте выполнять операции кое-какие. Так, у меня вот есть такой вот динозавр, я на нем, в принципе, очень многие вещи испытываю, скажем так, отладочная такая у меня платка. Тут у меня уже выведен дисплей, здесь у меня встроенный модем от Intel, Wi-Fi, Bluetooth, антенки выведены, корпус напечатал на принтере, вентилятор поставил туда внутрь, камера Raspberry Pi, вторая версия, ну и также я подключаю по RTSP, как вы видели там в предыдущих видео, вот такие камеры от GeoVision, вот такая вот купольная есть и еще поменьше есть, или Webka. И, в принципе, вот на этом стенде я тестирую какие-то гипотезы свои. Суть в следующем. Нам нужно будет сегодня поставить необходимые зависимости на Ubuntu. Здесь стоит Ubuntu. Ubuntu, которая подготовлена сразу же под Jetson Nano. Как скачать эту Ubuntu и все остальное, ссылочку я просто приложу, там будет готовый образ, который нужно будет записать на флешку, если у вас все-таки версия, которая вставляется SD-карта, если у вас все-таки версия с EMMC, то есть платка, на которую вы зашиваете сразу же Ubuntu, тогда немножко другая процедура, ссылочку тоже приложу. Суть в следующем. Нам нужно будет сейчас зайти в документацию AWS IOT Greengrass и несколько шагов выполнить. Я поэтапно расскажу, у меня уже они поставлены, на каких моментах стоит остановиться, чтобы, в принципе, поменьше ошибок было, скажем так. Вот, окей. Сразу скажу, что я буду использовать питание, которое J25, насколько я понимаю, это порт, который берет 5 вольт и 4 ампера. Там нужно будет джампер переставить, вам ссылочку тоже сброшу, как это все делается. Блок питания у меня есть, потому что от microUSB 5 вольт брать, здесь для тех вещей, которые нужно будет использовать, допустим, в компьютерном зрении, для вычисления на GPU, microUSB просто не хватит. Поэтому будем использовать 4 амперный блок питания и всю мощность, скажем так, забирать от Jetsonano. Окей. Можно по Wi-Fi, но у меня здесь уже выведены от моего роутера RJ45 коннекторы, поэтому подключаем Jetsonano. Переходим по документации, ссылочку оставлю. Вот. Первое, что рекомендую сделать, это, наверное, даже, ну, эту вкладочку сейчас оставим. Первое, что необходимо сделать, я рекомендую поставить CLI-панель. Так, вот она. В целом, это, скажем так, некий интерфейс для того, чтобы вы с командной строки могли управлять своими сервисами и коммуницировать с облаком AWS. Из командной строки. Инструкция вот здесь есть. Для Jetsonano я все-таки не ставил Linux Arm. У кого получится, супер. У меня там куча ошибок повылазило. И для Linux Arm на Jetsonano так и не удалось мне поставить, поэтому я ставил Linux X86. Вот. Все нормально стало. И, в принципе, конфигурацию все проделал. Суть следующая. Вам необходимо будет скачать вот по этому Curl'у архивчик, распаковать его и запустить вот этот install.sh-файл, который в папочке AWS лежит. Я на дисплейчик себе увожу сразу же, по какому айпишнику у меня сейчас Jetsonano. Ну, если хотите, можете на роутере себя зафиксировать API. Так, пароль максимально простой для вас. Вот. Я здесь несколько терминалов открыл для удобства, для мониторинга и так далее. Сейчас расскажу. Так, в этом окне я буду запускать утилитку J-TOP. Ссылочку оставлено. В целом, по-моему, она есть в общем репозитории через AppGetInstall. Поставить J-TOP она, по-моему, поставится и так. На всякий случай ссылочку оставлю. Чем классная утилитка? Она в целом была разработана для Jetsonano. И можно мониторить все, что связано с вашим GPU, с memory. И также она интерактивна. То есть вы можете там очистить кэш, который накопился. Увеличить своп, чтобы у вас, допустим, дополнительное место появилось в памяти. И так далее. То есть информация в целом, что у вас за утилитки установлены, версии, какие там. TensorRT какая версия текущая, OpenCV какая, CUDA версия. Вот у меня OpenCV скомпилирован. Я на Jetsonano компилировал его. Ну и, соответственно, интерфейсы сразу же покажет. Допустим, через Wi-Fi вы захотите коннектиться. Вот можете зайти через Wi-Fi, если удобно. Ну и в целом, мне эта утилитка нравится тем, что я в мониторинге могу открыть отдельно терминал и смотреть в целом поведение. Почему? Потому что если будете использовать собственные компоненты, которые будут задействовать ваши GPU, тогда, ну, хотелось бы, конечно, видеть загрузку по GPU и таким же образом в будущем планировать ваш компонент. Так, ладно, на этом не будем останавливаться. Пусть будет общая открыта. Возвращаемся к нашей CLI панели. Суть в следующем. Вам нужно будет это все поставить. Ставится все это по этой документации. Останавливаться на каждом пункте не буду. Здесь все более чем подробно описано. Сейчас проверим, какая у меня версия стоит. EWS, CLI панели 2246. Да, у меня, кстати, посвежее, чем в документации 237 стоит. Вот. Зачем это нужно? Ну, вы на шаге при установке клиента Greengrass. Вам нужно будет ввести... Сейчас, секунду, ошибся. Вам нужно будет ввести credentials вашего юзера, которым вы дали доступ к Greengrass. То есть, на любой сервис AWS, ну, это в принципе по предыдущем видео, и в целом должно быть понятно, что вы должны дать доступ для пользования этим сервисом. Поэтому я рекомендую создавать, конечно же, под каждый сервис юзеров создавать это сумасшествие. Поэтому создайте там, допустим, для IOT Core и в целом для всех сервисов IOT, допустим, пользователь, администратор IOT. Дайте там права на все сервисы, которые связаны с IOT. Ну, я сделал себе администратор, а потом удалю его конкретно для видео для этого. И, соответственно, чтобы экспортить каждый раз таким образом ваши ключи, там, KID, Secret K, ключик, мы ставим эту CLI панель. И, соответственно, в нее мы это все конфигурируем. То есть, конфигурируется это все очень просто. Так, у нас есть AWS Configuration, насколько я помню. Вот, Configuration, заходим сюда. Базовая конфигурация. Да, Configuration. И вот он говорит, что у меня уже XSK есть. То же самое вам нужно будет ввести. Сначала XSK, потом XSK ID, потом XSK Secret XSK. Далее регион. Обязательно регион, в котором будут работать сервисы, на которые вы даете права пользователю. Ну и, соответственно, выходной формат JSON, либо YAML, там, кому как удобно, в чем бы вы хотели, чтобы у вас выходной формат был. Так, ну я это не буду делать уже, потому что у меня проконфигурировано уже. Да, ну и второй момент, когда вы создаете пользователя для группы сервисов, либо отдельного сервиса, вам генерится все вот эти две строки в CSV-файлик, вы можете там вторым этапом, одним из этапов забросить, импортировать этот файлик и не вводить построчно все эти доступы. Окей. CLI-панель у нас стоит на нашем пограничном устройстве, на нашем Jetson. Далее нам нужно будет сделать одну вещь, которую я изначально для Jetson не сделал, а для Raspberry Pi, она, как оказалось, не совсем нужна была. Вам нужно будет дать доступ для корзины, для вашего бакета, потому что компоненты некоторые, для пограничного устройства некоторые компоненты будут забрасывать там файлики, допустим, машинное обучение, вы будете использовать модель машинного обучения, она будет лежать у вас в корзине, допустим, в бакете в каком-то, в S3 сервисе. Соответственно, пользователю, которому вы даете права, вам необходимо для IT Greengrass, вам необходимо туда включить и S3, и конкретно указать этот S3. Так, я сейчас попытаюсь это все быстренько найти. Так, немножко порылся я документации, все-таки нашел. Проблема в следующем. По умолчанию, когда вы создаете роль для IOT Greengrass, он не дает основным устройствам, то есть как Jetson, Raspberry, Linux подобные пограничные устройства, получать доступ к сервису S3, на котором фактически вы будете хранить какие-то артефакты для ваших компонентов. Ну, соответственно, в эти артефакты вы можете положить там zip-файл, артефакт папку, каталог, вы можете положить артефакт, связанный с машинным обучением, то есть модель машинного обучения. Ну, естественно, положив ее в корзину, к которой не будет доступа, а по умолчанию его нет, ну, соответственно, все пограничные устройства доступ не получат. Поэтому вот то, с чем я столкнулся изначально, по умолчанию, когда ставится, после CLI панели ставится компонент CLI внутри самого конечного устройства, пограничного устройства, то он не получал доступ у меня к корзине, в которой лежала моделька. То есть сразу, чтобы вы не искали решения где-то по форуму, в документации самой оно просто зарыто поглубже в управлении информацией с идентификациями, доступами, необходимо дать вот такое некое разрешение. Я ссылочку отдельно вот на этот раздел оставлю. То есть суть в следующем, вам нужно будет выбрать ваш S3, то есть заходим в S3, либо если у вас S3 бакета этого нет, вам необходимо будет его создать. И создать нужно будет в том же регионе, в котором вы планируете использовать пограничные агенты и в целом сервис IOT Greengrass. Соответственно, у меня это европейский центральный, это Франкфурт. Я отдельно под Greengrass Bucket создал себе Bucket. И сюда, допустим, у меня моделька здесь лежит, машина обучения, которую я буду использовать для Inference сервера на этом устройстве небольшом. То есть, первое, мы поставили CLI панель, которая будет стоять на устройстве. Зайдя на него, вы сможете любой сервис поднять и поставить, поменять права там и так далее. Это касается командной строки управления сервисами AWS. Далее вам необходимо будет сделать доступ некого пользователя, который будет иметь доступ к Greengrass сервису. Ну и, соответственно, вам нужно будет создать, дать к корзине файлик, который, допустим, вы сгенерили, то есть там через NaNo откроете или через любой другой редактор. Создадите, скопируете вот эти данные, которые будут в JSON-е и замените на имя Bucket, который вы создали, допустим, либо через CLI, либо через консоль веб-интерфейс вашего AWS. Окей, далее. Эти доступы уже у вас есть. Администратора для Greengrass вы сделали. Теперь можем переходить к инсталляции самого Greengrass ядра, который будет стоять на вашем устройстве. Я рекомендую проверенный способ, это автоматическое через Provision файлик использовать. Здесь подробная инструкция есть. Единственное, вы можете пропустить этот этап, который связан с экспортом, потому что если вы поставили CLI-панель для работы с AWS-сервисами, вы уже проконфигурировали, соответственно, у вас XSKID уже есть и Secret XSKID также уже есть в вашем покрытичном устройстве. Далее, следующим этапом вам необходимо будет скачать ядро Greengrass. Я себе уже его скачал. Так, распаковал и поставил. Так, кстати, вот компонент, который лично я использовал для политики по артефактам. Вам нужно будет по этому курлу пройтись и скачать компонент Greengrass Nucleus, последнюю версию. Если заходите в какую-то особую версию, то здесь в документации есть, как использовать версию, которая не последняя. Вот. Важная часть. Опционально написано, но если ее не будет стоять у вас Java, тогда вам нужно будет повозиться с установкой. Но рекомендую сразу ее проверить. Если не стоит она на вашей Ubuntu на Jetson Nano, то я настоятельно рекомендую ее поставить. Сейчас мы проверим jar файл по нашему Greengrass инсталлеру. То есть он зайдет в эту папочку, откроет lib и откроет этот файл и скажет, какая версия Greengrass ядра стоит на вашем пограничном устройстве. Понятно, что я сейчас это делаю, так как у меня уже стоит этот пограничный устройство, на пограничном устройстве ядро. Поэтому оно опционально сделано здесь. Для того, чтобы вы проверили, какая версия стоит, стоит ли она вообще. Ну и, соответственно, проверить версию Java. Версия Java по умолчанию из того, что я ставил, по-моему, 11, насколько я точно знаю. Так, установка Java для Jetson Nano. Ну, я в принципе... Jetson Nano. Источников на самом деле много. А вот третий, я по-моему, по нему. Наверное, я все-таки и ставил. А, нет, это с докером. То есть, важная вещь... Да, вот в принципе, можно вот OpenJDK 11 действительно поставить. Важная вещь до установки ядра на пограничное устройство вам очень важно иметь уже активную Java, OpenJDK. И после того, как она уже стоит, вы уже можете проверить вашу версию ядра, которая стоит. Я сейчас ее проверю. У меня, по-моему, 2.4, насколько я помню, стоит Ayo Greengrass. То есть, вот он заходит в Greengrass Installer. 2.5 уже даже. Да, 2.5 поставил. Было 2.4, я работал там с последними. На Jet Sonal, на текущий, поставил 2.5. Вот. Ну, соответственно, вот текущая версия на 22 ноября 2021 года. Это 2.5 версия ядра для Ayo Greengrass. Окей. Эта часть еще не готовое ядро, которое стоит и работает уже проинсталлировано. Это только инсталлятор, который находится здесь. Далее, вам необходимо запустить следующую вещь. Можете, конечно, все мануально все это посоздавать, но я рекомендую использовать вот группу команд, которые AWS представляет здесь. То есть, фактически, он запускает, он внутри директории Greengrass V2 будет располагать необходимые файлы для работы сервиса. Ну и, соответственно, он берет регион, который вы использовали в CLI панели для того, чтобы работать с регионом, в котором Ayo Greengrass стоит. Имя вещи, которую вы будете использовать в дальнейшем, как вещь для управления вот Jetson Nano вашими интернет вещами. Группу вещей он будет использовать вот такую. Ну и, соответственно, все дальше по списку. То есть, имя роли, алиас и так далее. Ну и, соответственно, вот создает дефолтных пользователей в самой системе в Ubuntu. Вот, Provision использовать, да. И системный сервис по умолчанию, чтобы он автоматически запускался, да. Что из этого я, когда запустил, увидел? Первое, ну, мне не понравилось, что я не смогу в будущем, если я буду ставить еще один Jetson Nano, еще раз припай и так далее. И у меня скопится все вот под этими именами, под такими. Я этого не хотел. Поэтому я сделал вот на GitHub'е, на Git'е свою версию. Таких версий на самом деле очень много. Можете взять вот смело мой SH-файл. Я его протестировал, он рабочий. Единственное, вот здесь вот это можете скипнуть. Часть, которая с JDK связана, ее лучше поставьте вручную, если надо будет подправить. Вот здесь, кстати, версия, когда, если вы не используете CLI-панель, а экспортируете регион, access-id-case и secret-case отдельно, построчно в вашу командную строку терминала. Ну и, соответственно, следующее, что я использую. Я использую, допустим, там регион. Я сразу его прописываю. Рут файл, где мое агент с ядром Greengrass'а будет крутиться на моем хосте. Имя вещи, там, джексон я назвал, группа джексонов, ну и, соответственно, роли и так далее тоже можете подкомментировать. Что фактически делает вот этот jr-файл Greengrass? Он проверяет вот эти, соответственно, все credentials'ы. Далее, он, если у вас в AWS, в вашей консоли, под пользователем, который вы создали для управления сервисами, нет этих ролей, нет этих групп, этот файлик вам их создаст. То есть, соответственно, запустив этот файлик и не имея вот здесь, допустим, через консоль сейчас покажу. И, соответственно, вот все вещи, которые я, допустим, там в своих экспериментах, в проектах использовал для тестирования, вот у меня есть. И я решил, что я буду использовать, допустим, вещь и имя должно быть уникальное. Допустим, вещи джексон, это джексон. Можете, конечно, для каждого даже устройства создавать отдельную вещь. Но я рекомендую, допустим, там для группы джексонов, если у вас там 10, 20, 100 этих джексонов, и вы хотите ими управлять, менеджить эти устройства, допустим, задавайте, если они одинаковые, естественно, эти джексоны. Но в будущем вы потом будете юзать все-таки группы, то есть, вы создадите отдельную группу джексонов, и в эту группу вы поместите все те устройства, которые будут под вещами, под именем вашей вещи. Ну и, соответственно, вот когда вы запустите jar-файл этот, он создаст вот эти все необходимые группы, имена, политику безопасности, алиасы и так далее. Ну и, соответственно, сделает ядро на вашем устройстве, то есть, то, что будет загружаться по умолчанию, активным, этот сервис из-под системы. То есть, если мы сейчас, допустим, откроем, проверим, как работает наш сервис, допустим, вот run компоненты, допустим, проверим, работает ли наш сервис. Да, сервис работает по умолчанию, он уже у меня установлен. И даже если я сейчас зайду в свою консоль, я зайду в Greengrass, зайду, допустим, в Deployments, ну, давайте пока Deployments еще рановато, давайте Core Devices, и вот устройство, под которым я создавал для Джетсона, то есть, которое является моим пограничным устройством, на котором стоит агент Greengrass, оно уже активно, и статус у него как бы здоров. Вот. Все. Запустив этот список по автоматическому provision, у вас, в принципе, это ядро уже будет работать в Greengrass, и вы сможете инсталлировать прям с облака любой компонент на ваше устройство. То есть, соответственно, там стоят у вас какие-то сенсоры, стоят у вас дополнительные элементы, с которых вы будете получать доступ на это устройство, будь то это камеры, сенсоры, возможно, какие-то по Bluetooth компоненты, которые будут на него отдавать данные. Все это вы сможете менеджить уже с облака, используя связь с этим устройством. Вот. Далее. Ядро у нас работает. Теперь мы переходим в консоль, либо CLI, можете командную использовать, ну, для видео, для наглядности я буду использовать консоль веб-интерфейса. Вот. Первое, что необходимо сделать, вот это вот сразу то, что я заметил, и это была моя большая ошибка, что я этого не сделал для Джетсона. Да, я, в принципе, в опыте и с Raspberry Pi потом тоже это сталкивался. Это поставить компонент CLI с облака на устройство. Он устанавливает зависимость Greengrass Nucleus, когда я устанавливаю этот компонент. Ну, и, соответственно, он берет определенный там CLI, JAR файл и клиент zip там с артефактов. И все это заливает на ваш Джетсон. Соответственно, вот первое, что необходимо вам будет сделать, это CLI вот эту поставить. Как это ставится? То есть вы заходите в вашу консоль. Далее Greengrass, далее Components. Вам необходимо перейти в вкладку Public Components. Здесь CLI отбиваете. AWS Greengrass CLI. Открываете его. Текущая версия сейчас. Здесь, кстати, версия сразу пишется. Можно посмотреть, в целом, что это за рецепт, что он из себя представляет. Здесь в Джетсон все это описано. Где, какие файлы он берет, откуда он их берет, что он с ними сделает, какой доступ нужен для этих файлов, чтобы записывать их, переписывать и так далее. То есть сам рецепт можете посмотреть, почитать, что в целом и зачем он нужен. Если кратко, не имея CLI компонент на вашем устройстве, вы не сможете в будущем, без зависимости этого нуклеуса, компонента, который идет в состав CLI Greengrass, устанавливать свои артефакты и свои рецепты писать для ваших компонентов. То есть вы потом в будущем сможете написать свой компонент на устройстве, тестировать его, записать вот сюда его в компоненты, свои компоненты и этот компонент задеплоить на группу ваших устройств. То есть абсолютно на любое количество устройств, прям с облака. Поэтому CLI компонент, который идет в публичных компонентах, просто необходимо сразу же поставить на пограничное устройство. И это, наверное, самая необходимая вещь, которая нужна для того, чтобы в будущем вы использовали этапы тестирования на локальном устройстве и дальше выгрузку в ваш AWS и публикацию, либо деплоймент на ваше конечное устройство. Окей, не будем на этом останавливаться. Эта штука важна, ее нужно поставить. Так, она у меня уже стоит относительно компонентов. Я сейчас покажу, каким образом. Вот здесь деплоймент, создание. И есть подробная документация, как создавать свои компоненты. И одно из необходимых правил. Здесь в документации будет описано, что необходимо, чтобы уже на устройстве этот компонент был развернут. Так, и здесь, в принципе, подробно уже все будет описано. Так, рвайс. Хотел показать одну вещь, но сейчас быстро я не найду. Так. Ладно, не будем на этом задерживаться. Окей. Все. У вас стоит все необходимые вещи. Это доступ к сервисам AWS, корзине. У вас стоит CLI для управления сервисами на самом устройстве. У вас стоит компонент Greengrass CLI в виде компонента, который вы поставили уже с облака. Ставится еще раз. Это вот вы заходите в компоненты. Нажимаете deployment. Здесь все очень просто. Меня не обращайте внимания. У меня уже есть задеплойменные компоненты. У вас будет возможность выбрать новый. Создаете новый. Далее. Делаете любой комментарий, который вам будет необходим для распознания, что вот этот deployment так-то называется. Там CLI, допустим, написали. И выбираете группу вещей. Можно, конечно, по самому устройству. Ну, я на группу выбираю и устанавливаю. Допустим, у меня вот группа вещей с Джейсоном связана. У меня здесь выдает, что я должен... У меня существует уже некий deployment. Мне нужно revise сделать этого deployment. У вас, возможно, по началу этого всего не будет. Потому что вы еще не deployment ничего. Ну, соответственно, проходите далее. Важная вещь, чтобы у вас вот здесь, когда вы выбираете компоненты, изначально был выбран уже этот компонент. Ну, естественно, там можете отобразить их все. Можете скрыть те доступные, которые, допустим, из тех, которые я оставил. И важная часть, чтобы был выделен Greengrass CLI. Проходите далее. Можно здесь проконфигурировать. Но здесь, по-моему, даже нечего конфигурировать. Поэтому... Вот. Ну и дальше все происходит rollout. И на ваше устройство записывается этот компонент. Я сейчас CLI уже не буду делать. Он у меня уже стоит. Но я сейчас покажу, как это происходит с другими компонентами. На примере аппликейшена с использованием распознавания объектов, классификации объектов. Окей. Так. То есть CLI стоит. Он будет работать. Он сразу же запишется. Да. Желательно вам открыть сразу же лог. Я сейчас покажу вот здесь. Так. Я себе открываю некий... Так. Это сюда. Сразу же лог открываю. Лог открывается в Greengrass версия 2. Логи и Greengrass.лог здесь будет лежать. Просто это опциональная вещь, чтобы вы смотрели, как что облако залетает на конечное устройство, на группу ваших устройств. И вы видели, в принципе, что ставится, в какой момент все это было. Но есть возможность это все так же смотреть и через веб-консоль. Зайдя, допустим, в Manage, Jobs. И здесь будут все джобы, которые, допустим, вы отменяли, закрывали. Вы, соответственно, по каждому джобу можете посмотреть, что происходило, какие изменения вы вносили в рецепт компонента и так далее и тому подобное. Ну, мне привычный, я открыл у себя дополнительное окно терминала и там это все смотрю. Окей, все это открыли. Далее у нас есть возможность, допустим, поставить новый компонент. И давайте я, наверное, сейчас покажу на примере классификации объекта. Переходим в компоненты. Публичные компоненты. TensorFlow Image Classification. Давайте вот выберем компонент. Можно посмотреть рецепты, необходимые зависимости, что будет. Вот, кстати, вот здесь хороший пример. Сейчас, по-моему, так, это InferencePie. В какой-то из зависимости есть то, что он записывает в вашу корзину. Ну, я вижу, что он берет сейчас Image Classification Zip каких-то внешних источников, вот поэтому такая, наверное, корзина какая-то публичная. Ладно, пусть будет этот компонент. Суть следующая. Мы сейчас задеплоим компонент, который был кем-то создан. Он публичный. Мы его задеплоим на наш Jetson Nano. И через NQTT сервис, который, допустим, встроен уже в AWS, либо у вас внешний какой-то, мы сможем смотреть, что классифицирует камера, которая стоит на борту у Jetson Nano. Я взял вот этот пример, эта демка из документации по установке и работе с Greengrass. Она находится вот Machine Learning. Perforce Sample Image Classification Inference on Image from a Camera. Так, на самом деле, вот эта зависимость я не ставил и в принципе все работало. Ну, тут прям не написано, что острая необходимость есть использовать эти зависимостями. Но если они будут работать, можете проставить их. Здесь можете выбрать Jetson Nano, но здесь на самом деле каких-то поднастроек никаких нет. Здесь рекомендуют проверить сетап вашей камеры, все ли работает. Вот по этой строке фактически запустится стрим там на несколько секунд, на одну секунду. То есть он возьмет один фрейм из камеры, проверит и сохранит его в test.jpg в той директории, в которой вы запустили эту строку. Вот. По умолчанию, как только я поставил флешку с jetpack для NVIDIA Jetson. Там, в принципе, уже необходимые зависимости были. Подключив камеру, у меня все эти вещи уже работали, поэтому я прям преднастройок особых для камеры, вот Raspberry Pi версии 2.2.1 я не делал. То есть у меня, в принципе, это работало. Если не будет работать, тогда нужно будет действительно порыться, поискать, почему для Jetson Nano камера не работает. Так, следующая вещь, это вот фактически то, о чем я хотел дальше поговорить. Это вот публикация компонента этого публичного через облако на ваше пограничное устройство. То есть заходим в компоненты, выбираем компонент TensorFlow Management Classification, далее выбираем Deploy. Я, допустим, хочу сделать Deployment на устройство, которое у меня уже работает. У вас, кстати, после CLI панели уже список, вот здесь, будет одна строка. То есть то, что вы уже Deployment делали, CLI компонента, извиняюсь, CLI компонент на ваше устройство. У вас уже будет одна строка здесь. Ну и, соответственно, у вас появится возможность не только с компонентов Deployment делать, но и с Deployment. То есть то, что вы уже задеплоили, у вас появится строка вот здесь из списка Deployment на ваши вещи. То есть вы и сюда можете зайти и сделать, допустим, Revise. То есть нажать Revise, Deployment, допустим, там изменить имя, далее. Здесь уже все будет выбрано. Если не выбрано, выбираете все, ищите в поиске, необходимые компоненты ставите, нажимаете Next. И важная вещь, мы будем работать с камерой, поэтому нам нужно сделать конфигурацию. По умолчанию дефолтная конфигурация выглядит вот так вот. Это вот строка, которая будет для MQTT, нужно будет подписаться на нее. И здесь то, что мы будем менять. Мы будем Interval Inference менять и допишем еще одну строку использовать камеру. Это вот прямо из документации по публичному компоненту. Можете вот прям смело скопировать и замерджить эту часть конфигурации в рецепт, который был дефолтным. И, соответственно, рецепт, который на текущий момент будет выглядеть вот таким образом. Это, в принципе, нормально. То есть он его добавит в дефолтный рецепт. Вот. Далее здесь все конфирмим. Next. Здесь проверяем, что все стоит. Да, кстати, у меня он уже был установлен. Версию я ставлю вот такую последнюю. Она, в принципе, вполне рабочая. И в целом все окей. С ней она работает. Все. Далее нажимаем deployment. И можете открыть там логи, которые у вас в одном из окон терминала. Вы увидите, каким образом это все с облака прям сразу залетает. И обновляется там либо фича, либо вся прошивка обновляется. Та, которая будет крутиться на вашем покраничном агенте. Нажимаем deploy. Все побежало. И можете перейти вот сюда и наблюдать. Какое-то время сейчас пройдет. Я сделаю паузу. Потом вернусь тогда, когда компонент поставится. Потому что это несколько минут займет. Так. Все поставилось. Компонент залился. Теперь нам нужно будет подписаться в Enquity Client. Взять подписочку. Копируем этот список. Кстати, его можно получить еще из описания рецепта в самом компоненте. Переходим сюда. В тест. Ну, это же, естественно, тот же сервис. Просто с самого внизу будет тест. Вставляем наш ML. Slash. Tiff.Light. Image Classification. Здесь можете поставить побольше, чтобы было активных. Допустим, там 100. Ну, и соответственно, подписаться. Я уже подписался. Сделал себе фейвориты. Несколько подписок на разные компоненты. Я тестировал. Там для детекции. Там не Tiff.Light. А DLR. Немножко другой компонент. Тоже публичный. Ну, и соответственно, Tiff.Light. И, в принципе, вот у меня уже летят то, что классифицирует. Моделька, конечно, здесь странная. Здесь там лэптопы. Это компьютеры. Распознает все это дело. Но, в будущем, вот при создании компонента, вы потом разберетесь, что вы можете подложить абсолютно любую модельку. И детекция, классификация и то, что вы там оттестировали локально на вашем компоненте, оно соответственно будет работать. То есть, камера сейчас направлена. Ваше устройство где-то там на другом конце земного шара работает. Оно детектирует, что-то у вас происходит. И вы можете вот в MQTT таким образом генерить в облако то, что устройство возвращает. Но возвращает в облако по MQTT. Вот в таком списке классификации. Естественно, компонент вы можете подредактировать. Вы можете больше, допустим, там вводить предикцию классов. Допустим, там вот здесь из пяти пунктов выводится. И score, то есть это точность сети распознавания там 0.3. Допустим, поставить 0.6 и у вас будет максимально более точно выводиться все это дело. Вот. Ну и дальше уже эту информацию вы можете, допустим, там использовать через сервис SiteWise, либо AWS Analytics и строить, допустим, какие-то, использовать какие-то виджеты, строить аналитику по тем данным, которые цитируют ваше конечное устройство на пограничном, на вашем агенте. Вот. Таким образом, добавляя устройство, вы можете делать аранжировку через облако, через ваши компоненты личные, которые вы создали, эти компоненты. На будущее было бы интересно. Если вам интересно будет с этим разобраться, будет круто, если вы вот разберетесь в том, как компонент создается, допустим, не через локально, а потом импорт на AWS, а, допустим, там использовать лямбда функции. То есть, у вас есть сервис AWS Lambda, вы в нем создали что-то, выбрали здесь то, что будет на вашем ServiceLess сервисе AWS Lambda крутиться, ну и, соответственно, это часть вашего компонента. Вы сможете ее сюда заимпортить и использовать вот то, что будет на AWS Lambda работать. То есть, здесь есть несколько вариантов, есть куда двигаться, есть на что посмотреть и по документации. Довольно хорошо написано о AWS документации. Но для начала сделайте вот то, что есть по документации для простых компонентов, там простенький HelloWert какой-нибудь, который вы сделаете и оттестируете на локальном устройстве, и далее заимпортите это все в облако, в облаке это все развернете с помощью публикации компонента, который уже ваш будет, то есть задеплоите этот компонент. Этот компонент будет выдавать какие-то данные, и вы с этими данными развернете, допустим, какую-то аналитику. В целом это вот так. Хост-машинка конечного устройства на мощнее, чем Raspberry Pi, то есть на ней можно уже поставить, решать более сложные задачи. Допустим, вот из следующих роликов, которые бы мне хотелось показать с использованием сервиса IoT Greengrass, это использовать DeepStream SDK от NVIDIA и задействовать все GPU, которые есть у NVIDIA Jetson, и запустить приложение DeepStream, которое будет работать как компонент через сервис IoT Greengrass и отдавать уже не просто какую-то статистику, которая все классифицирует, а только то, на что будет настроен компонент с приложением DeepStream. То есть у вас внутри компонента вашего сервиса будет приложение DeepStream, которое крутится на GPU машинки на вашей, и вы сможете использовать ту статистику, которая летит уже с DeepStream в ваше облако. В целом это так, может быть сильно нагружено, может быть на каких-то вещах не останавливался, но мне кажется, вот практика решит очень многие вещи. Поэтому пробуйте, буду рад вопросам и в целом комментариям по видео. Прошу прощения, если реже стал выпускать видео, может быть видео специфические, но надеюсь своего зрителя найдут. Всем пока. Спасибо.